начиная с 18 главы будем с вами сейчас считать в то время приступили к иисусу ученики и сказали кто больше в царстве небесных это совершенно нормально пока мы на этой земле решать кто из нас главнее к сожалению иудаизме было то же самое да и сегодня мы выясняем отношения и иисус позывает дитя он ставит его посреди них и сказал истинно говорю вам если не обратитесь и не станете как дети не войдете в царство небесное и так кто смотрит себя и будет как это дитя тот и больше в царстве небесном и кто примет одно такое дитя во имя мое меня принимают на самом деле вопрос который задают студенты он не теоретически он вполне практические повседневной жизни в частности во время трапезы имела значение у евреев кто является более уважаемым например тассевта проход 5 пишет каков в порядок воздержание к трапезе когда есть два ложа больше ложится на первое а второе в ногах у него когда есть три ложа больше ложится на среднее 2 у него в голове и 3 у него в ногах для омовения рук если к трапезе воздержать меньше пяти начинают с большего если 5 и больше начинают с меньше естественно после событий описаны в предыдущей главе учеников речь идет о царстве значит обязательно речь идет о определенной иерархии ну и иисус отвечает им своего рода причита не совсем причину притча он приводит пример ребенка ребенок называется малым и в силу своего роста и в силу еще общем-то незрелости своего сознания что значит принимать ребенка в еврейской традиции принимать значит вообще говоря оказывать гостеприимство в этом отношении тоже существовала определенная традиция трактат бава батра когда был второй год засухи рабы открыл свою сокровищницу объявил пусть придут знающие писания знающие мишну знающие талмуд знающие году и знающие закон вошел с ними раби ионатан бен амрам попросил покорми меня мы читали с вами татареок раби же спросил сын мой ты читал описание он ответил нет может быть ты учил талмуд он ответил нет да как же я могу покормить тебя но суть состоит в том что гостеприимство было обязательным актом который являлся одним из благодеяний в иудаизме в общем-то непосредственно выстекающий из торы в отношении принимающего в дом сироту талмуд говорит что такой человек не просто принял сироту а он родил ребенка и вырастил его иисус говорит что кто-то принимает его с детским разумом то есть не инфантильно а с доверием он по сути своей и есть настоящий верующий а кто соблазнит одного из этих малых или из малых сих верующих меня тому было бы лучше если бы мельничий жернов повесили ему на шею и утопили его в пучине морской жернова бывают разные тот кто бывал в капернауме там как бы целая выставка этих жерновов есть жернова семейные но это как компьютер который стоит дома такой большой а есть вот приблизительно как этот маленький компактный жернов вполне достаточно чтобы одеть человеку на шею и утопить его жернов это символ ответственности за семью что интересно в трактате кедушин кедушин и мы говорили с вами это трактат который посвящен брачным узам мудрецы обсуждают что лучше сначала учить тору а потом жениться или сначала жениться а потом учить тору рабе йоханнан считаю что после свадьбы семейный человек уже не может заняться учеба я думаю это тот же самый вопрос который был апостола павла который в общем-то не настаивать на том чтобы люди не женились или не выходили замуж но с другой стороны он говорит лучше вам оставаться как я это отражает споры того времени которые были у раввинов приоритеты обучение и без ответственности за семью или ответственно за семью и тогда меньше времени уходит на изучение торы в этом же трактатике кедушин 29 б говорится мельничный жернов у него на шее как же он теперь станет учиться отказ принять в свой дом ученика который подобен малому ребенку он по сути отказ себе надеть по сути свое отказ который равнозначен то чтобы надеть себе на шею мельничный жернов это и есть соблазн малого плохое свидетельство о миссии то есть с одной стороны мы постоянно говорим иди и учись поедите научите с другой стороны не принимая вот этих малых которые мало что знают по определению но их надо научить это и есть серьезный соблазн и иисус очень категоричен он говорит что такому человеку лучше броситься море с настоящим жерновом на шею горе миру от соблазнов ибо нужно что пришли соблазны но горе тому человеку через которого соблазн приходит если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя отруби ее и брось от себя лучше войти в жизнь без руки и без ноги чем с двумя руками или двумя ногами или быть вернутым в огонь вечный ну само собой разумеется что это аллегорий потому что если бы мы буквально вас мне всегда нравится как воспринимают текст некоторые богословы то есть там где надо они воспринимают именно буквально там где не надо они воспринимают не буквально ну надо думать ибо иначе мы все ходили собственно не ходили потому что не было бы ни рук ни ног ни глаз в тракте таанит есть история об ишь гамзу таанит 21 а трактат посвященный постам на хум ишь гамзу был слеп на оба глаза и у него не было ног и рук и все тело его было покрыто проказы им он был на ложе в доме который едва стоял и ножки его кровати стояли в сосудах с водой чтобы муравьи не забирались на кровать достаточно живописная картина однажды хотели ученики вынести его и собирали сначала вынести его кровать вместе с ним а затем сосуды но он сказал им дети мои вынести сначала сосуды ибо обещаю вам что пока я в доме дом не упадет и сделали так а как только вынесли его дом упал ученики спросили раби ты же праведник как могло случиться с тобой такое рассказал он это я сам себе причинил однажды я шел к своему тесте и было у меня три осла один с едой один с напитками и третий со сладостями нищий подошел ко мне и попросил раби накорми меня я же ответил ему подожди пока разгружу осла и пока я разгружал осла нищий отдал душу и поля на лицо его сказал глаза которые не пожалели твоих глаз до ослепнут руки которые не пожалели твоих рук будут отрезаны многие которые не пожалели твоих ног да будут отрезаны и не успокоился я пока не сказал и все тело мое покроется проказой ученики выслушав сказали рабе увы нам что видим тебя таким ответил он им благо вам что видите меня таким без сомнения и связь и между этим рассказом и отношением которые было у евреев к физическим увечьем которые каждый раз связывались духовным миром которые внутри человека и мы видим здесь и там в еврейской традиции появляется мотив того а в том самом деле самое главное что у человека есть это то что у него внутри и готовность жертвовать здесь как бы ситуация наоборот иисус говорит для того чтобы сохранить ваш внутренний мир в целости и неприкосновенности есть смысл аллегорически конечно пожертвовать своим телом потому что если это доставляет вам некую духовную прибыль то ради этого естественно стоит жертвовать всем остальным смотрите продолжает господь не пренебрегайте ни одним из малых сих говорю вам говорю вам что ангелы их на небесах не пристанно видят лицо отца моего который на небесах не все ангелы могут видеть лик всевышнего но то что ангелы охраняет отвечающие за охрану детей ежедневно видят его лик подчеркивает их важность как ни странно занятно да ну вот талмуд пишет что именно ангелы которые охраняют детей у них есть возможность постоянно видеть лик всевышнего нам не безразлична современная церковь и у нас есть что и предложить весь ресурс на сайте tv seminarii.com господь продолжает и в этом смысле поскольку он говорит о малых детях он рассказывает историю об овце как вам кажется если будет у некого человека 100 овец и забудется одна из них не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившие я не знаю когда я в первый раз прочитал этот текст у меня не убедил ну если бы у меня было сто овец и потерялась бы одна неужели бы я оставил 99 но когда я начал изучать этот текст в еврейском контексте а тут несколько все перевернулось потому что забота о потерянной или отошедшей в данном случае от господа бога овце это довольно распространенный сюжет в еврейской литературе берешит раба восемьдесят шесть и был господь с иосифом и стал он человеком при успевшим делах и жил в доме господина своего египтянина был с иосифом и с остальными братьями не был сказал рабе ядан сравнимая с погонщиком скота у которого 12 валов груженных вином и один из них забрел магазин язычника тут же оставил погонщик 11 валов снаружи и зашел в магазин спросили у него что же ты оставил 11 и пошел за одной он ответил эти 11 находится в общественном месте и я не беспокоюсь что вино их станет идоложертвованием но то что зашла к язычнику они моего беспокойства эти 11 находится под присмотром отца а юный остался без присмотра поэтому господь был с ним то есть волы овцы 11 100 но по сути своей та же самая притча вот вот те вот 100 или 99 наученные которые вместе они находятся в безопасности по сравнению с той одной которая отбилась ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий поисковых системах 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 поисковых систем